Музыка Всех вас категорически приветствую, мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина, наилмастерская Чеширский Кот и бомба-новинка от торговой марки Флаймари Универсальное витражное покрытие гирилаки Лолипа Поехали! Перед вами вкуснятинка, 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 прям наивкуснейшая вкуснятинка Это коллекция Лолипуп от торговой марки Флаймари Всего в коллекции 8 оттенков, девочки, это витражики Давайте сначала оговорим с вами, что такое витражики, с чем их едят И вообще, сам профит витражиков в нашей ногтевой сфере, девчонки Витражики это абсолютно универсальнейший материал, который за счет своей полупрозрачности А это заключено в самом названии материала, что это витражики Да, то есть это не плотные цвета Позволяют менять тональность гирилака Совершать какие-то покрасочные работы материалов там белого, серебряного или золотого цвета Достигать каких-то более объемных эффектов Да, самые любимые сейчас дизайны клиентов Это кошки под разными витражами, серебряные Да, мы с вами показывала я вам на ютуб канале Что можно сделать с кошками И фактически 80% дизайнов с кошками Витражи с кошками работают просто Просто 50 в 50 Две пары, да? Две ножки, правая и левая Что такое витражики, с чем их едят Что такое витражики в гелевой системе Что такое витражики в гирилаковой системе Девчонки, витражики это декоративный материал В принципе, изначально витражики делаются на основе неорганических красителей И когда еще не было эры гирилака Господи, как это было давно, какой я динозавр, просто диплодок Мы покупали неорганические капли Вмешивали их в прозрачку До состояния такого, которое нам нужно было По пигментации и по насыщенности И работали Как вы понимаете, акварелька витражиками Получается очень даже себе презентабельно Как вы понимаете, жидкие камни Есть такой дизайн, да, есть Это буква в этом слове Тоже делается на основе витражного материала Растяжки, градиенты Именно глубокие какие-то аквариумные дизайны Тоже делаются за счет витражей Именно за счет их полупрозрачности За счет эффекта именно аквариума Который они создают на ногте Дизайны, которые вы покрываете витражами Они становятся глубже, насыщеннее, круче Какие люблю витражи я, девочки? Я люблю витражи, чтобы это было достаточно жидко И очень-очень пигментированно Объясню вам почему Если у вас очень жидкий, но очень пигментированный витраж Возможности бодяжения и расхода материала у вас Сразу становится намного-много в разы меньше По той простой причине Что если, например, вам нужен не яркий витраж А достаточно такой именно зеркальный Именно воздушный То добавление в прозрачку А витражи, как любой материал Даже гель лаковый Замешивается в моделирку Можете замешивать в объемные гели Чтобы делать инкрустации Опять же, имейте в виду, что он Поскольку это гель лак Он будет иметь липкий слой Значит, и ваш основной замес будет иметь липкий слой Мне больше нравится жидковатая пигментация Кому-то больше нравятся более густые Менее пигментированные Поскольку люди не умеют мешать Но однозначно витраж должен быть у вас на столе всегда Если вы мастер, который даже начинает делать дизайны Универсальный материал В который можно впихнуть все Намешать блесточек Покрыть блесточки Вы помните, я любительница порисовать серебром И у торговой марки Flymery есть серебряная красочка Silver Drop И покрасить это все градиентом витраж Вообще припрелестненько, девочки Припрелестненько Поскольку у меня уже голос Привет, рудники на Камчатке Сегодня наша задача с вами Только посмотреть данную коллекцию Посмотреть выкраски Возможности дизайнов с витражами безграничны Просто имейте себе на будущее в голове Что если у вас витраж Органический или неорганический Лучше брать неорганический Он лучше работает Именно с составами ногтевого сервиса Именно с нашей химией То в концентрате у вас получится Исходник без липкого слоя Если изначальная база без липкого слоя Если у вас идет вот такой уже намешанный намес То во что бы вы его ни добавили Намес будет приобретать липкий слой И намес нужно будет покрывать топом Да, сами по себе как отдельные личности Они тоже используются Это сейчас мудненько Прикольненько Даже иногда базы ими подкрашиваются Но это надо уметь, девочки Если вы не умеете Не знаете пропорции, консистенции Не лезьте Итак, давайте начнем Первый оттенок Это Эжевика Кисти, девчонки, в некоторых новые В некоторых старые Вот так выглядят новые кисточки Флаймери, девочки Это хорошо обрезанный узкий тюльпанчик То, что я люблю Консистейшн Жиденько Жиденько Прекрасненько Как вы видите Ежевичка черненькая Если вы работаете данными гель-лаками Как в гель-лаковой технологии Самим по себе То, естественно, вы наносите их на базу Смотрите Это первый слой Для меня пигментация данных малышей Недостаточно Я люблю побольше Да, чтобы прям Ух! Давайте продублируем Да, витражи в Флаймери Имеют небольшую плотность Но имеют хорошую Как вам сказать Хорошее самовыравнивание Хорошую работу Да, особенно с новой кистью Естественно Поскольку это полуразжиженный материал Вы можете Просушка 30 секунд, девчонки Вы можете спокойно наносить его Слегка моделирующим Будем говорить так, слоем Но я этого дела не люблю Я не люблю плюшки на ногтях Цвет номер 2 Вишни Вообще Мои любимые цвета В витражах Ну, это, как вы понимаете Прелегатива работы мастера Это черный, синий И все оттенки красного И найти Классный Пигментированный Убийца веником Красный Это очень тяжело Но возможно Например, сейчас Он перед вами Здесь 9 граммулечек Вам этих 9 граммулечек Девочки, хватит Ну, не на всю оставшуюся жизнь Но мастерам, которые Редко делают дизайны Да, мастерам с салонщикам Им хватит на очень-очень-очень-очень Долго Да, здесь, пожалуйста Не скупитесь Не пытайтесь сэкономить На том, на чем сэкономить не надо Во второй слой, девчонки Это офигеть пигментация В общем, вот Любимец Прошу любить и жаловать По поводу запаха Вопреки моим ожиданиям Что это тоже будет пахнуть вкусной отдушкой Слава богу В Флаймере сделали коллекцию Лолипоп без отдушки На некоторых флаконах написано Что новая идеальная кисть Девочки Да, действительно Есть вот эта пересортица Что где-то из серии Вам приедет старый флакончик Со старой кисточкой Ну и серии новый флакончик Со старой кисточкой А где-то приедет новый флакончик С новой кисточкой Малинку третью давайте нанесем Это такой неоновый оттенок Если честно Он, как вам сказать Видали и получше Он достаточно Вообще, в принципе Розовый пигмент в витражах Это такая подлагадина Что она есть марморить Да Давайте нанесем второй слой Третий номер, девчонки Он не очень яркий Он сам по себе Вот эта вот кисточка Девчонки Я бы, если хотела бы Больше пигментации Да, то это наносится вот так То есть это наносится В выравнивающий слой Но тут опять же Сейчас мастера-моделирщики Они скажут Ну а что мазки-то себе тогда Канифолишь Да, можно же взять Обычный моделирующий материал Девчонки В нынешних реалиях Когда у нас люди работают гель-лаком Когда они не умеют И не знают Лучше иметь витражи в замесе На гель-лаковой основе Чем витражи в моделирке Потому что, как вы понимаете Витраж на замесе гель-лака Он универсален и для гель-лака И для моделирки А витражи наши с вами Старенькие, добренькие, диплодочные Которые для моделирки Они только для моделирки К сожалению, мастера Новички, да, с гель-лаком С моделирующим витражом Например, справиться не смогут Итак, следующий Это клубничка Номер 4 Давайте посмотрим на клубничку Чистый неоновый оттенок Есть еще одно такое Назначение витражей Кто со мной давно Кто у меня на моем Ютуб-канале видел Будем так говорить МК, как рисовать клубничку Те вспоминают Что свет своей клубнички Я придавала чистой Неоновой гель-краской Так вот Витражом Также в росписи Дается свет Потому что Витраж сам по себе Он прозрачный Он не создает грязи В вашей росписи И делает работу Которую вы хотите Пигментированная Для росписи покатит Но если хочется Вырви глаз на ногтях То конечно же Опять же тут Мы прибегаем к истории Что мы второй слой Наносим вот так Да Ну девчонки Тут понимаете В основном В основном Я например Использую красный Синий И черный витражи И то Черный даже использую Реже По той простой причине Что обычно И у меня есть МК Этот на моем Инстаграме Когда вы хотите Сделать глубже Дизайн Вы делаете Обычным черным Гель лаком Растяжку От кутикулы А дальше Уже работаете Витражами Да То есть Как бы Поэтому В основном В моем арсенале Это красный витраж Это синий витраж Да Ну именно По прерогативе Работы мастера Девчонки Пятый Это Лименчик Смотрите Найти Плотный Хороший Классный Желтый Тяжело Поскольку Вы сами Прекрасно Понимаете Что желтый пигмент Это самое Козлячее Наверное Что можно было Придумать В ногтевом сердце Витраж Флаймери Не плотен Да Он не плотен Но В отличие Например От того же Самого Желтого От Данс Легнидов Например Или от Наяды Он не меняет Своих свойств После полимеризации Давайте Продублируем Так вот По поводу Желтого Других Торговых Марок Я Ни одного Плотнющего Желтого К сожалению Ни в одной Торговой Марке Не видела Желтый Лимончик Флеймарят Он Стабилен В работе Он не меняет Цвет В работе Он не уходит В зеленый Да Как большинство Витражей Которые Я видела Но Это специфика Девчонки Зеленого Пигмента Яблочко Тиблячко Давайте Посмотрим Тиблячко Вот Что прочим Тиблячко Одно Из Достаточно Густых Да По той Простой Причине Что Как бы Все остальные Достаточно Жидкие Значит Смотрите Здесь Зелененькая Тиблячко Давайте Я вам покажу Вот На белом Здесь Зелененькая Тиблячко Оно Тоже Не особо Вау Вау Пигментировано Но Я уже Вам говорила Что Самый Пигментированный Самый Убит С веником Прям Вау Во Флеймере Это Как вам сказать Он Универсальный Для растяжки То есть Это Именно Тот Колор Который У вас Получится При Соединении Желтого И Синего Поэтому Если Вы Делаете Например Растяжку Как я Люблю Делать Типа Что Что Огненного Дыма Разноцветного Неонового То Этот Зеленый Подойдет Здесь Я так думаю Торговая Марка Флеймери Не Преследовала Какого Вау Вау Пигментированного Эффекта Я знаю Что Мария Михайловна Тоже Любит Красный Цвет Поэтому Она Не могла Сделать Прозрачный Красный Витраж Здесь Все Достаточно Спокойно Консистенция И Он Хорошо Подойдет Новичкам Хайзендер Я знаю Вы его Любите Я знаю Вы его Любите Я Тоже Люблю Синенький Синенький Синенькая Синенькая Это Вообще Моя Жизнь Смотрите По поводу Его Пигментация У него Средняя Я Люблю Пигментирование Но Когда У вас Гель Лак Витражный Синий Очень Сильно Пигментирован Нужна Недюжая Сноровка Девчонки Им Работать Скажу Вам Честно Поэтому В плане Для Новичков Я Все Таки Выбрала Вот Такую Пигментацию Давайте Нанесем Второй Слой Он Тоже Будет Слегка Выравнивающий Девчонки Не Давите На Эти Кисти При Работе С Витражами Да Потому Что Они Все Таких Немножечко Дерут Последний Оттенок Это Виноград Это Номер 8 Давайте Я Сразу Нанесу Шикосный Щикардосный Стоит Рядом С Красненьким По Пигментации Вот Просто Для Меня Девчонки Наверное Вот Рабочие Витражи Это Финий И Красный Кстати Здесь Виноград Чтобы Вы Понимали Он Фиолетовый Фиолетовый С розовым Отливом Не С Голубым Камера Инстаграма Искажает Да Витражи Это Огромная Просто Кладезь Того Чтобы У вас Не залеживали Бруски Итак Мои дорогие Девочки Перед вами Коллекция Лолипоп Я сейчас Вам скажу Просто Основные Характеристики Данной Коллекции Мы уже С вами Поговорили О Пигментации Непигментации Консистенции Неконсистенции Я скажу Вам так Самые Пигментированные Для мастеров Которые Умеют Работать Это 2 И 8 Да С Прерогативы Работы Мастера Что Я Бешеная Еще И На Эти Цвета Меня Немножко Разочаровал Первый Все Так Он Очень Серый Но Вообще В принципе Вся Коллекция Витражей Лолипоп Мне кажется Была Создана Торговой Маркой Флаймари Больше Для Начинающих Мастеров А Не Для Птеродактилей Титанов Как Моделирующие Мастера Которые Уж Точно Знают Куда Это Упихнуть Витражи Имеют Несколько Разных Консистенций Самая Густая Консистенция У Шестого Самый Четко Переходящий Желтый У Торговой Марки Флаймари В коллекции Лолипоп Сами По себе Гирлаки Хорошо Выравниваются Имеют Неплотную Структуру Они Имеют Естественно Липкий Слой Если Вы Работаете Ими В дизайновой Технике Не забывайте Покрывать Топом Если Вы Работаете Ими Как Покрытием От кутикулы До свободного Края Что в принципе Не рекомендуется Но вдруг Да Он наносится На базу И покрывается Топом Это трехфазная Система Лаки Имеют Липкий слой Пожалуйста Девчонки Я вас Очень прошу Чтобы лишний раз Я вам не выдавала Очень много Информации Напишите Мне Под этой Трансляцией Какие Именно Приемы С витражами Вы хотели Поувидеть Да В первую очередь Может когда Наконец-то Мое горлышко Пройдет Мы с вами Чего-нибудь Таки Замутим Однозначно Материал Универсальный Однозначно Материал Годный Материал Бюджетный Материал Не имеет Запаха В общем Вкусность Вкус Ность Лилипоптики Ну вот Мои дорогие Девочки Надеюсь Кому-то Помогла Надеюсь Объяснила Не забывайте Писать мне Ваши пожелания Ваши хотелки Под этим роликом На данный момент У меня все С вами была Юлия Лапшина Наилмастерская Чеширский кот Ссылку где купить Оставлю в описании До скорых встреч Мои ногтевые феечки Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok